Друзья, всем пламенный шум, брат! Вас приветствует долгожданный курс эрзианского языка. Вести его буду я, Анди. Этот курс был составлен совместно с носителем, которого зовут Эрюш Вижай. Итак, друзья, давайте взглянем на доску. Что же мы здесь видим? А видим мы здесь много чего. Во-первых, это эрзианский флаг, флаг эрзианского народа. Он был создан в 1990 году Валентином Девяткиным и утвержден обществом Мастерава. И этот флаг символизирует собой следующее. Белый цвет означает свободу, красный цвет означает жизнь и черный цвет означает землю эрзианского народа. А что же мы видим в этой половине? В этой половине мы видим изображение таблидской игрушки. Эта игрушка создается в поселке Подресное Табло, мастерами, и помимо нее создается еще огромное количество всевозможных игрушек. И вы сейчас видите у тебя на экране. Итак, друзья, я предлагаю теперь начать увлекательное путешествие в мир эрзианского народа, а также в их теплый и лучезарный язык. Поехали! Итак, друзья, начинаем наше увлекательное путешествие в мир эрзианского языка и эрзианской культуры. И для начала зададимся таким вопросом. А что же такое эрзианский язык? Эрзианский язык это финно-угорский язык, на котором говорят на востоке Мордовии, на юге Нижегородской области, в восточной части Пензенской области, на севере Оренбургской области, а также на других республиках Среднего Поволжья. Помимо этого, в Самарской области находится поселок Захаркино-Леле, откуда родом уважаемый редактор этого видеокурса Эрзи Швежай. Ближайшим языком к эрзианскому языку является мокшанский язык. Мокша живет на западе Мордовии. Эрзианский народ, как самостоятельный этнос, сформировался в 3-4 веке нашей эры, после достаточно драматического события опустошительного набега Сармат. И надо сказать, что эрзиане и мокшане образовались сразу как два разных этноса. Так, прародины эрзиан являются берега реки Теша, где стоит город с эрзианским названием Аразамась. А мокша образовалась из двух народов, которые находились в этих областях. Достаточно быстро эрзиане расселились от своей прародины по всей территории, начиная от Обра-Ноша, который русские называют Нижний Новгород, до севера Мордовии, где уже к югу жили мокша. Кстати, на территории Обра-Ноша была найдена глиняная посуда, которая археологами классифицирована как эрзианская. И помимо этого, согласно утверждениям археолога Воронина, территория Обра-Ноша была долго и густо заселена еще до основания там так называемого Нижнего Новгорода. По сути, вся эта территория образует историческую Эрзиань-Мастор, что означает «страна эрзиан». И по факту эрзиане живут там по сей день, просто они могут не догадываться о своих корнях. Так, у одной из ветвей эрзианского народа, которая вошла в историю в XVIII веке, Тирюшевских эрзиан, родиной является Дальний Константиновский район, и, в частности, зло Большое Тирюшево. Подумайте, если ваши корни с исторической Эрзи-Мастор, то, возможно, вы эрзиан. Эрзианский язык имеет множество диалектов. Как иногда жутят сами эрзиане, у нас в каждой деревне свой диалект. Но на самом деле в эрзианском языке основных диалектных групп пять. Как-то особенно я их рассматривать не буду. Скорее всего, я посвящу этому одну обучалку, где-то уже к концу курса. Но скажу следующее, что литературный диалект, который будет рассмотрен в этом обучающем курсе, он построен на основе говора села Козловка. Кроме того, следует выделить особую изолированную диалектную группу эрзиан, которая живет вот здесь, на западе Мордовии. Ее по ошибке называют Шокшин. Почему по ошибке? Потому что их так назвали в честь одного из сел, где они живут. Одного из сел. Они живут не только в Шокше, они живут и в Широмасово, и в Дракене, и в Кожлотке. И в частности, они сами себя называют Эльзя. Поэтому, если вы решите подойти, например, к жителю Дракена или Кожлотке и сказать, что вы Шокша, он удивится. Потому что он скажет, я не Шокша, я Эльзя. Шокша живет в Шокше, а мы живем в Дракене и в Кожлотке. Сейчас я хочу закрыть один очень частый вопрос и звучит он следующим образом. Понимают ли Эльзяне и Макшане друг друга? Дело в том, что если они пользуются какой-то простой лексикой, то да, конечно, они друг друга понимают. Но если начинается уже какое-то более такое сложное литература изложения, то понимание практически отсутствует. Сходство Эльзянского и Макшанского языка примерно можно сравнить со сходством русского и словацкого. Так, находясь в Бразиславе, я с помощью простой лексики мог переговариваться с продавщицей книжного магазина. И мы, в принципе, друг друга понимали. Но когда я начал читать уже какие-то книжки прямо на словацком языке, я ничего не понял. Те, кто видит эрзианский язык впервые, они думают, что он очень простой. Но это очень обманчивое чувство. Я по своему опыту могу сказать, что чем глубже ты погружаешься в эрзианский язык, тем меньше тебе становится понятно. Эрзианский язык очень сложный и богатый. И на этом языке выпущено огромное количество произведений эрзианских авторов. Это лишь некоторые из них. Самое центральное место во всём эрзианского фольклоре занимает, конечно же, эпос Мастерава. Он был собран финским лимбистом Хейки Басанином, а также советскими и ещё до советскими учёными и из Нашарона. Помимо эпоса Мастерава, золотой фонд эрзианской литературы составляет такие писатели, как Яков Кул Нуркаев, автор эпоса «Эрмейс», Василий Радаев, автор эпоса «Сьежа» и не только «Сьежа», Кузьма Абрамов, который написал огромное количество книг на эрзианском языке, и современный эрзианский писатель Ну Янвидиаз, который написал также большое количество книг и являлся главным редактором газеты «Эрзень Мастер». Помимо этого, на эрзианском языке существует также своя собственная наука. В частности, уже на эрзианский язык переведены книги по физике, микроэкономике и по математическому анализу со всей терминологии. Вы можете найти ссылки в интернете. Помимо этого, у эрзианского народа есть своя традиционная система имён. Да-да, это именно традиция. То есть, у каждого эрзианина есть какое-то там имя в паспорте. Но у эрзиан есть и свои собственные родовые имена. И на самом деле, каким-то чудом эта традиция держится по сей день. И даже эрзиане, которые младше меня возрастом, у них также есть свои собственные родовые имена, и многие из них их даже помнят. Я лично таких людей знаю. И рассмотрим некоторые из эрзианских имён. По эрзианской традиции, фамилия ставится в начале, а имя в конце. Соответственно, Нуянь – Ведяц, Нуянь – это фамилия, а Ведяц – это имя. Или, например, Кшумантянь-Пиргуш. Почему Кшумантянь? Дело в том, что в Мордовии есть село. Та, что Кшумантя. И, собственно, вон отнутри родом. Далее, Эрюш – Вижай. Эрюш – также фамилия, а Вижай – это имя. Или, например, Йола – не Ола. Известные признаки фольклористы. Йола – не фамилия, а Ола – это от слова Владимир. Это имя. И важно понимать, что это именно традиционные имена. Это не кликухи, не псевдонимы. Поэтому, если вы видите, например, в Википедии, что пишут псевдоним там, кого-то там, Нуянь – Ведяц – это неправильно. Это самое настоящее эрозианское имя. Ну, в моем случае, Валдожандю, как и Аркут Валдож – это, конечно, псевдонимы. То есть, у меня уже эрозианского имени не сохранилось. Итак, друзья, мы с вами приступаем к непосредственному изучению эрозианского языка. И, как это всегда бывает, начинаем с фонетики. Итак, в эрозианском языке существует два основных алфавита. Первый – он более распространенный, над нем написана практически вся литература, и, в принципе, все им пользуются. Это кириллица. И алфавит такой же, как и в русском языке. Но помимо него существует также латиница, которая была принята не так давно и которую используют органы национального грязианского движения Кирдиюль. Однако в грязианском языке, несмотря даже на то, что там истинность такая же, только в русском языке, есть отличия от русского языка в фонетике. Давайте их рассмотрим. Итак, первое отличие – это буква В. Обратите внимание, в русском языке мы извлекаем эту букву, прислоняя верхнюю букву к нижним зубам. В. Но в азианском языке не так. В азианском языке мы выдуваем этот звук между двух букв. В. В. Вот так он звучит. Второй звук, с которым надо быть очень аккуратным, это звук Ч. В русском языке, как мы знаем, он звучит как Ч, мягко. В азианском языке он звучит жестко. Ч. Кстати, звуки Ж и Ш также считаются жестче, чем в русском языке. Далее в азианском языке есть звук Ти. Мягкий Ц. Ти. Причем надо отличать его от звука Ти. То есть Ти и Ти. Это два разных звука. Ну и давайте теперь прочитаем эти два слова. Тетя и Тетя. Чувствуете разницу, да? Далее существует такой звук в азианском языке, как носовой М. Он встречается в словах, например, тынг, лангс и так далее. То есть лангсо и так далее. Но в принципе он не так заметен. То есть если вы скажете, например, лангсо, никто особой разницы не заметит. К тому же в азианском языке есть такие диалекты, где она произносится именно как лангсо. Также в азианском языке существует звук Э. Этот звук никак не выделяется на письме и, собственно, именно за это критикует Кириллису. Но этот звук имеет смыслоразначающее значение. Итак, давайте посмотрим. У нас есть слово рука, которое читается как кейти. И слово кожа, которое читается как кянти. Или, например, слово половина, читается как пель, а облако читается как пяль. Но что рука, что кожа пишут как кейти. И половина и облака также пишут как пель. Хотя, как мы уже убедились, эти два слова звучат по-разному. Также рязанский язык является очень мягким. И именно на этом ловятся все неносители языка, которые выучили язык, но изначально были носители, допустим, русского языка. Например, вот это слово русский произнесут как эрзя. Но по-эрзиански оно будет звучать как эрзя. Мы смягчаем упор. То есть у нас не эрзя, а эрзя. Далее, вот это слово, это уже какая-то более современная ошибка. Его русские часто читают как тейтель, тейтель, тейтель и так далее. Нет, оно читается как тейтель. Все смягчается. Тел смягчается, ты смягчается и размягчается. Помимо этого в азианском языке существует такая черта, как полоногласие. Вот допустим, вот это слово, как вы его прочитаете? Наверное, его прочитают как кудосонти. Или кудосонти. Или, например, кудосонти. Нет, его нужно читать как кудосонти. Все читаем. Все гласные мы читаем. Кудосонти. Кроме того, существуют те шесы. Вот некоторые из них я изобразил. И на самом деле из них можно было бы образовать письменность. Но пока что этим особо никто не занимался. Характерной чертой азианского языка, как и других финноборских языков, является отсутствие родов. И теперь я предлагаю уже начать погружаться непосредственно в азианский язык. И первая тема, которую мы с вами рассмотрим, это будут личные местоимения. Итак, начнем. Итак, давайте теперь рассмотрим элезианский глагол. На самом деле, глагол в элезианском языке это одна из самых запутанных частей речи. По той причине, что там существует объектное и безобъектное сближение. И вся эта тема пройдет нитью через весь курс. И мы с вами постоянно будем достаточно долго исследовать глагол на эту тему. Ну а сейчас мы рассмотрим самый простой пример. Это безобъектное сближение глагола в настоящее время. И мы рассмотрим такой глагол, как кортамс. Говорить. Это не единственный глагол, который мы рассмотрим. Но давайте просто на него взглянем. Итак, давайте рассмотрим. Мон кортам. То есть, мы откроем инфинитив амс и ставим сюда ан. Это означает я говорю. Далее. Тон кортат. То же самое. Здесь у нас уже появляется окончание ад. Это ты говоришь. Далее. Сон корты. Это он или она говорит. Далее. Минь кортатано. Мы говорим. Далее. Тынь кортатано. Вы говорите. И последнее. Сынь. Куртыть. Они говорят. На самом деле, и россияне очень часто опускают местоимение и говорят просто куртан, куртат, курты. Поэтому, в принципе, местоимение все можно взять спокойно в скотке. Потому что их при большом желании, ну даже при большом желании, можно просто отпустить. Но это будет не единственный пример, который мы рассмотрим. Дело в том, что глагол кортамс, он заканчивается на инфинитив амс. Но это не единственный инфинитив. Есть также глаголы, которые заканчиваются на омс. И они спрягаются по-другому. Итак, давайте взглянем. Мон ванан. Я смотрю. Пока что вроде все так же выглядит. Тон ванан. Ты смотришь. Сон ваны. Он на нас смотрит. Все вроде ровно. Но дальше начинается интересно. Ми вантано. Мы смотрим. Обратите внимание, здесь нет никакого осторочного гласа. То есть не ванатано. Мы же говорили кортатано. А здесь какие-то должно быть ванатано. Здесь просто вантано. Запомните глагол на омс. Они в большинстве словами именно вот так вот склоняются. Вантано. Соответственно, дальше. Тынь вантано. И дальше. Цынь ваныть. Они смотрят. Прошу вас обратить особенно внимание. Это не переходный глагол. Если мы начинаем рассматривать посмотреть как что-то переходное, например, посмотреть книгу, то оно будет спрягаться совершенно по-другому. Но это мы будем рассматривать в следующих пробках. Итак, а что же нам делать в том случае, если у нас глагол имеет окончание инфинитивное епс? Это еще один зверь, который мы сейчас рассмотрим. Итак, давайте смотреть. Мон улян. Я есть. Видите, здесь уже не ан, а ян. Но эту логику легко понять, если мы вернем и напишем это в формате латиницы. Давайте посмотрим. Уль-ан. И предыдущий пример. Ванан. Как мы видим, оба этих примера имеют на самом деле одно и то же окончание. Просто эта согласная, она смягчается. В этом вся разница. Ну и смотрим дальше. Уль-ан. Я есть. Уль-лят. Ты есть. Уль-ли. Он есть. Уль-тя-но. Мы есть. Уль-тя-до. Вы есть. И уль-ли-ть. Они есть. Исключение здесь составляет глагол кемемс. Верить. Он так же, как и улемс, заканчивается на емс. Но споряжение его совсем иное. Давайте рассмотрим. Мон кеман. Я верю. Видите, здесь ан. Не ян, а ан. Дальше. Тон кемат. Ты веришь. Сон кеми. Он, она верит. Кеми. Вы видите, да? Дальше. Ми кем тяну. Мы верим. Здесь мягкое споряжение. Вы видите. Кем тяну. Дальше. Ты кем тяну. Вы верите. И дальше. Сын. Кемить. Означает они верят. Итак, мы уже почти подошли к концу этого урока. И прежде чем я вам дам некоторые выражения, давайте рассмотрим некоторые важные слова. Прежде. Итак, слово паро означает хороший. Берень – это плохой. Волске – это утро. Чи – это день. Чокшне – это вечер. Шумра – это здоровый. И тело – это дело. Те, кто увлекается финским языком, также знают, что в финском языке дело – это ты. Итак, друзья, теперь в завершении этого урока давайте рассмотрим некоторые важные выражения, без которых ни в какое прям приличное взянское общество не выйдет. Точнее, нет. Итак, давайте. Значит, первое выражение, которое мы рассмотрим – это ульшура. Это означает здравствуй. Также можно использовать слово шумрад. Оно, кстати, достаточно распространено у нас тоже. И ульшура также используется, если, например, кто-то чихнул, и вы ему говорите ульшура. Перевод – это слово такой. Будь здоров. А это переводится как «ты здоровый». Вот. Но почему это слово появилось, мне объяснить, честно говоря, трудно. Считается, что, когда раньше ирзиане здоровались, они спрашивают «ты здоровы?» Типа «да, здоров». Это одна из легенд. Но точно о происхождении этой фразы я сказать вам не могу. Дальше. Важно сказать следующее, что у ирзян нету выкающей формы. То есть ко всем на «ты». К дедушкам, к бабушкам, к президенту, к чиновникам, ко всем. Обращайтесь только на «ты» в ирзянском языке. Это нормальная форма. Если же вы хотите обратиться к многим людям, например, вы, это именно так это используется, только если их много, то вы говорите «да». «Будьте здоровы». Или, соответственно, это означает «здравствуйте». Либо, а также можно сказать «шумратану». 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 Дальше. Если вам нужно попрощаться, либо с соседом пора попрощаться, либо одновременно попрощаться, вы можете, конечно, спокойно «шумрауть». Это означает, ну, типа «здоров будь». А вот. Ну, то есть вы видите, что эти формы, в принципе, одно и то же, но порядок разный. То есть оно можно начать либо «пока», то есть на время, либо «прощай навсегда». То есть вариантов музыки разницы нет. Дальше. «Иниськеть». «Пожалуйста». Если мы проговорим, типа «сделай, пожалуйста, что-то». Тогда вы говорите вот это слово «иниськеть». Дальше. Слово. «Вастомазунок» или «Вастомаз». «До нашей встречи». Забегая вперед, «Вастомаз» – это «встреча», «Вастомазунок» – это «наша встреча», условно. Либо «Вастомаз» – это, в принципе, «встреча». Дальше рассмотрим, как же нам поздороваться, ну, допустим, «доброе утро», сказать «добрый день» и так далее. Существует целая пара выражений, давайте их сейчас рассмотрим. Если утро доброе, то мы говорим либо «парувалски», либо «шумровалски». Если «добрый день», то мы говорим «паручин» или «шумрачин». Причем, на самом деле, пишется несколько слов, здесь два слова «шумра» и «чи». А если одно слово, то это у нас уже будет «здоровье». Давайте сейчас перепишем немножко, чтобы вам было более понятно, чтобы вас не путать. «Шумрачин». Уродливо, получилось, но ничего страшного. Далее. Если «добрый вечер», то нужно сказать так. «Паручокшне» или «шумрачокшне». Дальше. Вот мы поздоровались человеком, как меня спросить «как дела». Для этого существует фраза «куда тем дне». Она так основно переводится «как дела». То есть «тел» – «дне», «дне» – это показатель множественности. Но мы его будем рассматривать в следующих уроках. И, соответственно, как на этот вопрос можно ответить? Либо «парт» – «хорошо». Ну «парт» дословно переводится как «хороший метод». Либо «парстея» означает «хорошо». Вот это именно означает «хорошо». Но, в принципе, эти оба слова вы можете совершенно спокойно использовать. Если же дела у вас как-то не идут, то вы можете сказать «берянь» – «плохо». Дальше. Как, например, человека поблагодарить? Для этого существует несколько выражений. Первое – это «сюпря», что означает «спасибо». И второе – «эсюк». Ну, это оно, по сути, является не сокращением, но как бы обратной формой от слова «сюпря». В принципе, слово «сюк» в старом эрзианском еще означало «привет». И, в принципе, оно сейчас также может использоваться, но это уже как бы на ваше усмотрение. Итак, друзья, это был первый урок эрзианского языка. В следующих уроках не будет уже столько платологии в начале, а мы сразу начнем погружаться в эрзианский язык, в его суть. И я вас, собственно говоря, жду в следующем уроке. Давайте, ребята, приходите в следующий урок. Уйдите шумрат. Вечте векси алгат. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!